Привет, Стас! Всем привет! Начнем, наверное, с того, что... С своего призыва вечного, да? Подписываться на телеграм-канал Белковский имени тебя. Какое ты к этому имеешь отношение, непонятно, но какое ты, видимо, все же имеешь. Ну и на канал «Власть vs. Плащенко». А начнем с пресс-конференции Зеленского, которого сейчас уже два дня обсуждают все, которая, собственно говоря, устраивалась по поводу его двухлетия и, ну, наделала, ну, по крайней мере, в Украине было очень много дискуссий, много обсуждений. Ты смотрел, да? Конечно. Ну как, это любит... Какое у тебя впечатление от пресс-конференции? Выдающееся, абсолютно, потому что Зеленский, Владимир Александрович Зеленский, раскрылся полностью. Вот бывают такие моменты, когда человек в жизни полностью раскрывается. Они бывают самые разные. Кто-то пошел за хлебом и молоком, а кто-то, наоборот, вышел на Аркольский мост, как Наполеон Бонапарт. Вот раньше Владимир Александрович так не раскрывался, он искал еще себя в роли президента. Здесь видно, что он в роли президента себя нашел. Вот год назад у него была пресс-конференция на лужайке, да, он подчеркивал свою легкость, как бы западность, отрыв от бюрократических традиций советских и постсоветских времен, к которым он не имеет никакого отношения, действительно не имеет. Правда, он же не был в политических элитах, в том числе и после распада Советского Союза в этот период. И сейчас нет. Сейчас, во-первых, он должен был подчеркнуть свою монументальность, что Зеленский это нелегко, Зеленский это серьезно. И вот пора перестать смеяться, как ему над собой, так и окружающим над ним. Именно поэтому это происходит на заводе Антонов, на фоне этого гигантского самолета. Царь самолета, который выполняет такую же функцию, как царь пушка и царь колокол в московском Кремле, то есть никакой. Но и тут можно, конечно, долго организировать по поводу фаллических символов и соответствующих проблем организаторов, тем более, что это лежачий фаллический символ. Если бы самолет встал на дыбы, это была бы для символика несколько другая. Но месседжей два на пресс-конференции, по большому счету, если говорить не о конкретных вопросах, а об общем впечатлении, об общем выводе. Первое, что, как я уже сказал, Зеленский это очень серьезно и монументально. Это надолго и навсегда, что вытекает и серьезно и монументально. И второе, концепция Зеленского президента тоже вполне устаканилась. Метание и шарахание предыдущих двух лет завершены. Зеленский это классический президент-популист, актер. Вот таких политиков возникло много в Европе и вообще не только в Европе, но и в мире в последние 10-15 лет, когда народы очень устали от старых элит и предъявили запрос на фарс и гротеск. Этот запрос реализовался и воплотился. Вот эпоха Джокера, о чем мы говорим. А с кем бы ты мог его сравнить? Ты говоришь, таких лидеров очень много в Европе. Вот с кем бы ты мог сравнить его? Я говорю, что первых лиц много таких в Европе. Например, тот же это классический пример Беппе Гриллу, создателя движения «5 звезд в Италии» или даже отчасти Дональда Трампа. Хотя, конечно, это лидер другого типа, потому что все-таки он стоит на плечах республиканской партии и так или иначе выдвинут классическими элитами, хотя с ними у него отношения так не сложились, в том числе и в собственной партии, где большая часть бывших лидеров разных позиций была против него и остается против него. Но вот это, скажем, филиппинский президент, это не в Европе, правда, но тоже такого типа, там Родвига Дутерте. Зеленский всячески подчеркивает, что он не имеет ничего общего, никакой связи с прошлым, и он будет заниматься классическим популизмом и дальше. Для него любые реформы возможны. Но концепция реформ, технология реформ, включая, собственно, основное, то есть что заявлялось в качестве основного для Украины последних лет европейской и евроатлантической интеграции, все это вторично по сравнению с популярностью тех шагов, которые он предпринимает. И поэтому, если какое-нибудь нарушение закона и конституции популярны, значит, Зеленский на него пойдет. Естественно, он понимает прекрасно, что Запад этим будет недоволен, поскольку, как это не смешно, все равно они со всеми оговорками, но и США, и Евросоюз требуют приверженности законодательству и того, чтобы власть находилась в определенных рамках. Противоядие против этого Владимир Станжеленский в его понимании нашел. Это безудержная прозападная риторика. Да, то есть мы будем нарушать законы как угодно, но в любой решающий момент, когда будет следовать грозное предостережение из Вашингтона, Берлина, Парижа или Брюсселя, будем говорить, ну как же, мы же ненавидим Россию, вы что, с дуба рухнули, что ли? Как же вы можете... Это ничего, что мы там нарушили 127 тысяч законов, нами же и принято. Не важно, не важно. Потому что мы ненавидим, люто ненавидим Россию, конечно, ужасно собираемся в НАТО, причем прямо в этом году, мы прям не можем сидеть на одной точке, как хотим оказываться в НАТО уже после обеда. И поэтому под этим предлогом нам должны все простить. Любые отклонения от, собственно, того, что в европейском и евроатлантическом векторе являются очень важной частью. Ведь не антироссийская риторика. Она, да, конечно, стала гораздо важнее с приходом, с началом гибридной войны, с пришествием рокового 2014 года. Потому что Россия стала четким врагом НАТО. До этого у нас были сложные отношения, но не настолько. Но все равно. Все-таки Евросоюз держится не исключительно на отторжении России, даже главным образом не на этом, а на некоторой системе европейских ценностей, которая, естественно, зачастую противоречит популистскому вектору. Вот поэтому пресс-конференцию я был очень рад. Я вот увидел, чего Зеленский теперь хочет. И видно, что он сам с собой примирился. Он больше сам с собой не воюет. В нем нет внутреннего раскола. Именно поэтому он отпускал всякие фразы, типа, да не буду я иметь дело ни за Цинюком, ни за Гройсман, ни за Тимошенко, потому что это представители старых элитов, мне нужны только новые люди. Какие новые люди? Каким критерием они будут отбираться? Заполнят ли квартал 95 все ключевые позиции усмотрительной власти? Это неважно. Главное, что они люди были новые. Потому что понятно, что значительная часть народа ненавидит старые элиты, включая бывших президентов и бывших премьеров. И раз ненавидят, значит, мы тем самым будем их полностью обраковывать. И, так сказать, этот популизм позволит опираться не на элитный консенсус, а на прямую апелляцию к широким массам избирателей. А на элитный консенсус теперь наплевать. Я обратила внимание на то, что если, скажем, в самом начале, два года назад, много говорилось о конце эпохи бедности и о простых людях, как они должны жить, то в этот раз практически ничего не говорилось об экономике, зато говорилось о законах о олигархах, о том, как будут справляться с олигархами. Говорили о том, что РНБО по-прежнему будет тем инструментом, который будут использовать. И о том, что все враги, все, кто не любит Украину, конечно же, будут уничтожены. Поэтому меня это немножко удивило. Это подтверждает то, о чем я говорю. Зачем вообще? Зачем трогать тему бедности, если она не только не побеждена, но и пока никаких вариантов успехов в этой борьбе не просматривается практически? Зачем вообще трогать темы, где нечем похвастаться? Или какие-то вещи, затрагивающие формально-экономические показатели? Нет. Надо играть на эмоциях, что, в общем, для актеров вполне органично. Народ же не любит олигархов, мы будем их мочить. В итоге вчера у Шустера обсуждали два момента, и очень существенных. Во-первых, он пригласил Кличко, у которого продолжаются обыски, с которым продолжается и нарастает, даже я бы сказала, конфликт. И Кличко демонстрировал полную готовность войти в этот конфликт и противостоять ему. И второе, это, конечно, закон об олигархах, и какие-то туманные критерии называют. Но я увидела одну очень тревожную вещь. Олигархи — это те, кто владеет медиа. И им будет дан небольшой переходный период, чтобы они перестали этим медиа владеть. Вот это, конечно, меня очень удивило. Закон готов, как сказал господин Арахами. Мы к концу этой недели, следующей недели, уже увидим его, так сказать, сможем его прочитать. Пока его видят шесть человек, как сказал Давид. Но вот там, насколько я понимаю, одним из главных пунктов будет то, что есть возможность влиять через медиа. И это странно, потому что во всем мире медиа владеют олигархи, но никто другой, понимаешь? Ну, конечно, олигархи — это такое. Поскольку я сам идеолог антиолигархической борьбы в России образца 2003-2004 годов, я углубленно занимался этой тематикой. Значительную часть моей жизни и никакого закона об олигархах нет нигде в мире. Это, безусловно, первенство. Украина будет. И если Украина утверждает, что первую конституцию в мире сочинил ПЛП Орлик, то значит, Вадим Ирзеленский здесь встраивается за ПЛП Орлик. Извини, я тебя перебью, но вчера очень на этой же программе очень правильно сказал господин Ласенко, который, в общем-то, известный старый политик, да, избьют соратник Юлия Тимошенко. Он сказал, позвольте, какой вам нужен закон об олигархах, если бы у вас работал антимонопольный комитет и независимые регуляторы? Как еще? Каких еще реформ вам не хватает? Как сказал Классик. Закона об олигархах нет нигде в мире. Абсолютно нигде. Я не знаю ни одной страны, где он был бы. Что такое олигарх? Вообще, что такое олигархи? Это власть немногих. Это определенная модель власти. Когда определенная небольшая, в отличие от монархии, где власть одного, или демократии, где, значит, существуют некие инструментарии механизма политического представительства. Соответственно, олигархи предполагают, что сочетание крупного капитала с политической властью, но критерии формальной олигархии в закон заложить практически невозможно. Потому что это означает, что частные лица не могут владеть средства массовой информации или частные лица с определенным размером собственного капитала не могут владеть. Такое значение, нужно ввести законодательный критерий богатого. Человек с определенной цифрой активов богатый. Нет, нет. Потом, естественно, возможно, эффективное переоформление этих активов на какие угодно юридические и каких угодно физических лиц. Это не даёт. То есть ясно, что это классический путинский закон для избирательного применения. Владимир Александрович всё же берёт отчасти пример с Владимиром Владимировичем, о чём мы с тобой говорили ещё в прошлый раз. Да, что если человек плохой, мы его засудим по этому закону. Если хороший, не будем трогать. Но при том, он же собирается объявить 13 человек олигархами. Официально. Опять же, само объявление человека олигархом ещё не означает, что у него будут какие-то проблемы. Просто кому-то позволят сохранить свои медиа-активы путём их лже-переоформления на фронтирующих собственников. Кому-то нет. Вот этим дело и кончится. Но, если бы сейчас здесь третьим в нашей полемике был Владимир Александрович Зеленский, то, значит, он бы сказал, ребят, всё, что обсуждаете, это полная херня. Потому что мне совершенно не важно, вот кто там, вот объявит 13 человек олигархами, с частью договорились заранее. И они сморгнут. Потому что они поймут, что это ничем им не угрожает. Те, кому угрожают, и так уже в сложном положении типа Виктора Вадимовича Медведчука, Игоря Валяевича Коломойского. А следующим будет, конечно, Пётр Алексеевич Порошенко, о чём мы сегодня ещё поговорим. Потому что меня очень порадовали плёнки Медведчука, фактически носящие антипорошенко. Сейчас обсудим это, да. Порошенковский, чем антимедведчуковский характер. Вот. И, значит, вы поймите, закон о олигархах нужен потому, что он добавляет не n процентов голосов избирателей, которые никуда не денутся. Избиратель, в отличие от вас, умных. Я человек простой, простой президент Украины, слуга народа. Прекрасно понимаешь, избиратель вникать в юридические тонкости не собирается. У него в сознании, и особенно на уровне бессознательного, на подкорке, что называется, бытовым языком, должно отложиться, что Зеленский победил олигархов. Случилось ли это на самом деле, никого-нибудь волновать не будем. Потому что всякие жертвы всегда избирательные, всегда ритуальные. Да. Вот я этого и добиваюсь. И спорьте об этом сколько угодно. Является ли это европейским путём? Нет. А кормить пути никто не обещал. И вообще Владимир Александрович Зеленский всё больше, мне кажется, напоминает себе Наполеона, которого он сыграл в каком-то комическом фильме, комедийном фильме категории «Б». Он создаёт страну с нуля ведь, да? Он создаёт империю со своими кодексами, и история всё спишет. Другое дело, он забывает, что всякий Наполеон, в общем, в практической политике всегда проигрывает. Потому что против него все объединяются рано или поздно. И у него не хватает ресурсов для продолжения борьбы. Тем более, тут не отзывается, что дело всё-таки происходит в Украине, у которой нет ни монархической традиции, ничего такого, где соображения элитного консенсуса всегда были очень важны. И, конечно, можно это всё сломать. Но и в этом смысле Зеленский тоже прав. Если он собирается это ломать, то у него должно быть достаточно ресурсов, в том числе психологических, чтобы идти до конца. На полдороге остановиться ему не удастся. Он может построить новую Украину. Другое дело, Талия — это Украина, о которой мечтала свободомыслящая часть её общества на протяжении всего постсоветского и даже советского периода. Вчера на этой же программе, поскольку очень часто говорится в публичной сфере сегодня о борьбе с коррупцией, такой был внезапно наезд со стороны Давида Сакваралидзе на фракцию «Слуга народа». Там же присутствовал Давид Арахамин. Он сказал о том, что, слушайте, ну вы же тоже там типа занимаетесь коррупцией. Вот эти доплаты депутатам огромные, они, вы где их берёте? Вам что, их в Красный Крест привозит? А доплаты, скажем, по моим данным, это 15 тысяч долларов в месяц, да? Ну, говорят, от 10 до 30. Я свечку не держала, как ты понимаешь. Огромные деньги, правда? Но мне об этом говорили люди, которые так или иначе принимают участие в процессе. Но я обратил внимание, что Давид Арахамин, по-моему, ему не ответил. То есть, это повисло в воздухе от обвинения. Причём оно уже звучит уже не впервые и не там... Оно звучит постоянно. Постоянно об этом говорят в кулуарах парламента. Потому что где-то есть некий, так сказать, компьютер, на котором каждый депутат, вот прям за каждое голосование стоит палочка. Если я не проголосовал, стоит минус. Это штраф и так далее. И вот эти все доплаты, дескать, они вот очень серьёзно начисляются и так далее. Сейчас бы сложилось ещё во времена Леонида Даниловича Кучма. Ничего качественного тут нет, просто Вадим Александрович Зеленский от неё не отказался. И отказываться не собирается. Потому что он всегда может уйти от ответа. Это очень такой правильный, хороший популистский ход и жест. Ведь депутаты консолидированы этой историей, консолидированы. И, кстати, сейчас давай поговорим про Медведчука и Кличко, а потом я вернусь... Медведчуку оставили домашний арест, но, что характерно, он начал говорить перед зданием апелляционного суда, куда он прибыл, он рассказал журналистам, что вёл переговоры с боевиками РДЛУ, потому что его на это уполномочил Александр Турчинов, а позже Пётр Порошенко. То есть, что он не сам действовал. На что Турчинов, конечно, ответил, что нет, это всё ложа и так далее. Но, тем не менее, это похоже на правду. Сейчас начались там публикации про какие-то самолёты, на которых Медведчук с представителями СБУ улетал к представителям ФСБ и так далее в 15-м году, по-моему. Ну, в общем, я думаю, что если будет суд над Медведчуком, он намного интересного расскажет. Я думаю, что ничего особенного он не расскажет, поскольку Виктор Владимирович человек системный, он понимает правила игры и он будет следовать известной юридической максиме. Чистосердечное признание смягчает вину, но увеличивает срок наказания. К тому же, он тоже понимает, что ему-то надо идти до конца, он не может остановиться на полдороге и проиграть Зеленскому. Он должен, чтобы выйти из игры, он должен, так сказать, сопротивляться с задействованием всех доступных ему ресурсов, включая, конечно, главный его ресурс, Владимир Владимирович, Путина, который еще даже не начинал применяться, но меня очень заодно упреждает твой вопрос о том, что обратило мое внимание на этой неделе, что привлекло мое внимание. Это, собственно, фильм Дениса Бигуса с пленками Виктора Владимировича Медведчука. В облсовете будет встреча на одиннадцатом этаже. Не в облсовете, а в дистанционном. Ну, в дом правительства, да, хорошо. Ну, что ты наступил? Ну, я понял. Ты привыкай к нормальной терминологии. Внимательно посмотрел все и послушал. И какая мораль, философия этого фильма? Если то, что там Медведчук очень плохой, это понятно. Фильм же называется «Как закалялась морась». И подчеркивается, что Виктор Вадимович Медведчук настоящий классический государственный изменник и предатель. Поэтому эти обвинения в его адрес верны как морально, так и юридически. Но основные мысли фильма не в этом, на мой взгляд. Мысли такие. Если вот немножко снять верхний культурный слой, покопаться, что там под ним. Первое, Виктор Вадимович Медведчук преувеличивает свою близость к Вадиму Владимировичу Путину. Он не так близок. В качестве доказательства приводится то, что он звонит Путину не напрямую, а теребит там то шефа протокола, то Дмитрия Казака, первый заморководитель администрации президента, и просят там ненадолго организовать ему свидание с вождем. Это не доказательство. Хочу сказать, что Медведчук не близок, и даже скорее наоборот. Если анализировать текст, говорю Медведчуком, что все-таки он все вопросы решает напрямую. Я, что Путин не божитель, и вообще с ним очень тяжело встретиться. Что министры правительства ждут месяцами таких встреч. И до недавнего времени должны были две недели сидеть на карантине перед тем, как предстать перед лицом вождя не потому, что Путин боится коронавируса, он ковидоскептик, то есть ковидиот, как и я. А потому что вот ритуал такой, надо поклониться божеству, как следует доказать, что ты ему предан настолько, что тебя совершенно не смущает необходимость две недели провести в карантине перед заветной встречей. Даже наоборот, если ты на карантин уже попал, значит, вероятность встречи возрастает, и ты уже должен быть страшно счастлив. А если тебя не взяли на карантин, значит, ты в преддверии ада ничего не вошел, где тебя ждет непосредственно Властелин. Кроме того, с Владимиром Путиным вообще нет прямой связи, а если она есть, то уж точно ее нельзя прослушать. Поэтому, может быть, Медведчук и общается по прямой аудиосвязи с Путином, только никаких вот этих пленок точно нет. Ну, может быть, они есть в распоряжении спецслужб США, но уж точно не украинских спецслужб, которые все это слили очень своевременно под процесс. Поэтому, хотя Бигус пытается доказать, что вот этот разговор свидетельствует о неблизости, о фальсифицированной близости, Медведчук и Путину, нет, они свидетельствуют о настоящей близости, потому что там подчеркивается, что все вопросы он решает только на личных встречах. Да, дайте 10-15 минут, но 10-15 минут это метафора, это я сам так, когда обращаюсь к небольшим начальникам, я говорю, мне нужно 5 минут, потом эти 5 минут превращаются в час или два, это всегда проще 5 минут сначала. Но доказано, что он встречается все-таки напрямую, что никаких посредников между ними при обсуждении вопросов как таковых нет. Поэтому здесь вывод неверен о фейковой близости. Но дальше Денис Бигус говорит следующее, ведь эти пленки только попали только сейчас к нам, но они же были в распоряжении СБУ с 2014 года, значит, их содержание было доступно Петру Алексеевичу Порошенко. И Порошенко не только не предпринял никаких шагов по ограничению деятельности и влиянию Медведчука, но всячески способствовал Медведчуку. Что из этого вытекает? Денис Бигус этого не говорит, но мы понимаем, что это вытекает. Что настоящим номер один государственным изменником является Петр Алексеевич Порошенко. И ему надо в такое же обвинение впаять в кратчайшие сроки. Ну, я с тобой согласна. Особенно по поводу второго. Я думаю, что да, что и не только фильм Бигуса, а и много других деталей как раз говорят о том, что Порошенко подбираются всерьез. И вот все эти разговоры о том, что его никто не собирается преследовать, на самом деле не соответствует действительности. Ну, продолжается санкция РНБУ. В пятницу вечером Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности о применении персональных, экономических и других ограничительных мер санкций. 674 человека в этом списке в отношении всех этих пушилиных, пасечников и так далее. Ну, все лидеры ДНР попали естественно под санкции, Аксенов и многие другие. А также Первый канал, ТНТ, Россия сегодня, сервис Яндекс, ну, и огромный список стоящих для человека воров в законе, счета, которых блокированы и так далее. То есть, ну, мы видим, что этот механизм начал работать, он работает гораздо быстрее, чем в любой суд, и все, что, так сказать, будет решено в этот молок бросить, будет брошен. Да, ну, опять же, это полностью выгодно. На пресс-конференции Вадим Александрович Зеленский полностью раскрылся. Он показал, что он будет использовать любые популистские технологии с целью решения важнейшей задачи оставаться у власти сколь угодно долго, игнорируя как правовые соображения, так и элитный консенсус, вот, апеллируя напрямую исключительно к определенной части украинского народа весьма значительной, поэтому да, почему нет? Он не остановится, этот конвейер не остановится, то есть он не является никаким сбоем системы, он является закономерным следствием, и даже огромное количество абсурдных имен в этих социальных списках ничему не противоречит. Так кто там будет разбираться? Важно, что работает машинка, работает, фактически работает институт бессудной расправы. Но он же нравится многим украинцам, сказал бы Владимир Александрович Зеленский, так почему так не действовать? И здесь я бы вернулся к Виталию Владимировичу Кличко, его трудной судьбе, потому что видно, что даже и по пресс-конференции, где абсолютно бескомпромиссно президент Зеленский высказывал сам Мэри Киева, то есть было понятно, что мэр Киева ему глубоко противен. Так не треба было вкрадать гроши в бюджет, мне кажется, это справедливо. Он очень неправильно публично себя, мне кажется, Виталий Владимирович, поводит. Он не пытался этого скрывать, и формулировки его были очень недвусмысленные, недвусмысленно направленные против Кличка, и ясно, что или Кличко будут снимать в самое ближайшее время, ну, когда скандал вокруг коррупции и неэффективности Киевской мэрии достигнет должного градуса. Ну, а как его могут снять? Его же не могут снять в соответствии с Конституцией, его же выбирай Киев. Ну, как вот Совет Безопасности взял на себя функции суда, так и будет принято решение убрать Кличко. Ну, что, народ же поддерживает такую идею? Проведем опрос. Какое количество украинцев в целом не киевлян поддерживает снятие Кличка, в связи с его... Причем, как формулируются такие опросы? Ну, это же вопрос киевлян, а не киевлян, понимаешь? Клик идет путем оголтелого популизма, игнорируя законы, и вот такие аргументы уже перестают работать. Но Кличка надо убрать, но... Причем уже совершенно понятно, что никакие экономические размены неэффективны, непродуктивны. То есть не то, что там Кличко поделится еще каким-нибудь куском бизнеса в Киеве, и тогда его простят. Сейчас дело уже не в этом, он же заявил о президентских амбициях, он... Да, да, совершенно... И это тогда, да. ...в последнем в череде Медведчук, Порошенко, Коломойский опасных политических соперников, соперников на политическом пространстве, на политическом поле. И опять же, это неоднородное, естественно, потому что никто из вышеперечисленных на президентский пост претендовать не может, но являются политическими игроками в чистом виде, которые имеют собственные политические амбиции и ресурс для ее реализации, пусть и не на выборах. И поэтому для меня возникает вопрос, не хочет ли все-таки Вася Александрович Зеленский провести в этом году досрочные выборы президента, потому что вот на это... Пока весь этот процесс идет вверх, пока его оппоненты не консолидировались, пока они находятся в шоке от жестких репрессий и методов, которые оказались в Украине еще недавно невозможны. То есть пока им с вами не случилось то, что случилось в 2013 году с Виктором Федоровичем Януковичем, и пока главный Зеленский не лишился поддержки Запада, пока Джозеф Байден о чем-то не договорился с Владимиром Путиным и не утратил интерес к бескомпромиссной защите Киева. Можно снова поставить вопрос и быстренько выиграть и пролонгировать свой мандат еще на пять лет. А там к концу уже понятно, что Владимир Александрович Зеленский не собирается уходить и потом, поскольку он никак не строит систему демократических институтов, способной гарантировать ему безопасность, как всем предыдущим президентам Украины. Там что-нибудь придумаем еще, парламентскую опять же, снова сделаем, правительство, делегируем все полномочия в парламент, и он станет премьером, или что-нибудь еще посмотрим. Но для этого нужно Виталию Владимировичу Кличко убрать из президентской гонки тоже прямо сейчас. Почему, мне кажется, так все нагнетается? Потому что, а нагнетается это отчетливо, потому что именно пресс-конференция здесь стала переломным и поворотным моментом, поскольку то, что говорил Зеленский на пресс-конференции, никак не свидетельствует о достижимом и возможном компромиссе между президентом Украины и мэром Киева. Наоборот, скорее, о принципиальном отсутствии такой возможности на сегодняшний день. Что можно договориться о том, что Кличко не идет в президенты сейчас, тем самым никто не мешает Зеленскому избраться на пять лет, потому что если даже убрать Кличко сейчас, но выборы будут в 2024 году, то совершенно неясно, как карта ляжет, и, может быть, увольнение будет способствовать популярности его. А уж ресурсы против Зеленского к 2024 году всегда найдутся, что бы ни происходило. Поэтому посмотрим. После этой пресс-конференции для меня вопрос о том, нет ли какого-нибудь тайного плана досрочных президентских выборов, был актуализирован, я бы так сказал. На этой неделе также произошло событие, которое, я считаю, не столь безобидно, как кажется, на первый взгляд. Сняты три министра, при этом премьер остался вполне в фаворе у президента. То есть у Дениса Шмагале у него очень хорошее мнение, а три министра пошли в расход, причем крикли, который сразу же написал заявление, как только ему предложили, остаются в команде, как сказал президент, на пресс-конференции. А вот Степанов, который второй раз в новейшей истории Украины за последние годы оказывает сопротивление, первый раз он оказался в сопротивлении Петру Порошенко. И когда тот предложил ему написать заявление, уйти с поста к губернатору, он сказал, я не буду, если хотите, снимайте. Я не считаю, что что-то делал не так. Но и так же он поступил, точно когда ему предложили сложить полномочия министра охраны здоровья. И там была такая достаточно серьезная битва, хотя, насколько я знаю, медицинское сообщество его поддерживало, о чем вчера говорила очень расстроенная Ольга Голубовская. Она говорила, что впервые за последние годы началась какая-то нормальная работа министра и, так сказать, то, что называется практическая медицина. Но, тем не менее, он снят, и его зам Лешко стал теперь, в общем-то, сел в его кресло. Хотя никакого потрясения это не привело. То есть, там, премьер на месте, и все остальные тоже на месте. Три министра сразу сняты. Ну, это же очень показательно, да? Насколько я понимаю, господин Любченко, который возглавил Министерство экономики, бывший шеф налоговой службы, вообще рассматривается как резервный премьер альтернативы Денису Шмагалю. И, как всегда, в таких ситуациях, тут не важно, собирается ли Зеленский менять премьеру. Важно наличие такой явственной угрозы и очевидный кандидат. Потому что, когда кто-то дышит премьеру в спину, премьер будет более сговорчив и, так сказать, более контролируем, причем при отсутствии очевидного сменщика. Собственно, я думаю, что Юрий Витренков должен был в старом раскладе играть такую роль, но не получилось. Из-за того, что в энергетической сфере очень фрагментированный интерес и лоббистского ресурса оппонентов господина Витренкова. Понятно, что за Витренко не голосов Верховной Раде просто, когда пытались нас зачетвиться. Слишком раздробленный интерес и контрольный пакет интересантов рынка не позволил Витренко стать первым вице-премьером. Что касается Крикли с Минифраструктуры, то ясно, что большое строительство это огромный популистский проект Владимира Александровича Зеленского, который независимо от эффективности будет преподнесен как огромное свидетельство его гигантских достижений, поэтому здесь кто-то должен быть совсем родной, сидеть на всем в Министерстве Инфраструктуры и не деваться никуда и не открыть в сторону. Что же касается Максима Степанова, то если я правильно понимаю ситуацию, он человек с публичными и политическими амбициями тоже. Он хотел бы получить медаль в самом широком смысле слова, в том числе метафорическом, за победу над ковидом, но победитель над ковидом может быть только один, это президент Зеленский, а если есть какие-то неуспехи и неудачи, за них должен отвечать кто-то другой. И совершенно очевидно, что таким человеком должен быть Максим Степанов, тем более, вот это тоже абсолютное отражение странной логики, которой следует Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Он не любит чиновников, которые популярны в своих собственных профессиональных средах. Вот, например, почему министр культуры Владимир Мединский был любимым министром, любимым чиновником Путина на этой должности? Потому что его не любили деятели культуры, да? Вы просто ненавидели. И это-то Путину и нравится. Путин всегда хочет дать понять своим чиновникам, что ваша главная задача нравится мне. Единственный источник вашей легитимности это я, а не профессиональные корпорации, которые, если вами недовольны, и хорошо. Значит, вы тот громоотвод, который берет всю ответственность на себя и весь негатив на себя. И любить вас должен только я. Вот мне кажется, что при замене министра здравоохранения Вадим Александрович Зеленский этой логикой воспользовался. Хотя Степанов в кулуарах утверждает, что он не собирался в политику, но теперь, как он говорит, но теперь они мне вытолкнули в политику. Это его фраза в кулуарах. Я не собирался, это никогда нельзя точно доверять таким формулировкам. У человека на лице написано что-нибудь в публичной политической амбиции или не написано? У Степанова написано. Понятно. Ну, ты уже упоминал только что о встрече, готовящейся Байдена и Путина. И хотелось бы об этом немножко подробнее поговорить, если говорить о международке и об Израиле сегодня подробнее поговорить. Но что может для чего-то встреча, что они могут решать на них, что там будут разменные монеты, что они будут обсуждать, потому что меня очень удивило, что несколько сразу американских серьезных СМИ говорят о том, что Байден готовится снять санкции по поводу Северного потока. По крайней мере, один из операторов, с одного из операторов уже сняли санкции. Позиция Байдена по Северному потоку на мой взгляд достаточно очевидна. Как мы с тобой говорили, ничего не изменилось. Все развитие событий только подтверждает наш с тобой тезис многомесячной давности, что Северный поток-2 это прежде всего вопрос отношений США не с Россией, а с Германией, с союзником в Европе. Поэтому нельзя обижать Германию, что собирался сделать Дональд Трамп. Как Трамп нельзя. Надо прижимать Германию к любящей груди. Поэтому просто это решение делегируется Германии. Задача США затянуть реализацию Северного потока до конца сентября, как минимум, чтобы он не был достроен. В конце сентября меняется власть и с высокой вероятностью канцлером становится представительница зеленых Аналена Бербок, которую мы с тобой упоминали добрым словом, а она категорический противник Северного потока и тогда Германия отменяет Северный поток по собственной инициативе, а не под давлением Вашингтона. Поэтому все, так сказать, и рыбку съели, и все, что угодно, и залезли на сосну. То есть никак не поссорились с Германией и отменили Северный поток. Вот логика этого решения. Тем более, что сам Владимир Путин внутренне эту историю уже списал, она не так для него важна. Договариваться будут в первую очередь о том, чтобы Россия не вмешивалась в американские дела, а Америка в российские дела, которых гораздо меньше, но они с точки зрения Владимира Путина тоже существуют. А Украина там будет каким-то еще богом присутствовать, извините. Ну, конечно. Во-первых, будет присутствовать Белоруссия. Путин, естественно, будет договаривать США никак не вмешиваться в развитие событий. Потому что если Александр Григорьевич Лукашенко будет уходить, то менять его будет пророссийский президент, а не антироссийский и не в результате революции. А Украину, да, ну как, надо же выполнять Минские соглашения пока не существует. Опять же, если бы их отменили, другой вопрос. Но никто, в том числе, Украина, не пытался их отменить. Мы постоянно слышим, что они не годятся, а их надо срочно выполнить. То есть такой шизофренический подход. Поэтому как? надо же выполнять, то есть надо проводить выборы, все такое, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И самое главное, не надо будировать тему Крыма. Ясно, что никакого официального признания принадлежности Крыма к России быть не может, но просто нужно перевести болезни из острой фазы в хроническую. А как же создание Крымской платформы, в которой там уже согласились при части какие-то европейские лидеры? Ну, она и будет существовать, только она ни на что не повлияет. Вопрос для Владимира Путина всего этого достаточно. Ему должен начать процесс разрядки международной напряженности. И он считает вообще, что он-то с Америкой вот по Киплингу тут все как сильным-сильным-то договорятся. Это, так сказать, вот эти шакалы вокруг Шархана мешают, в том числе и Украина. Если Украина, Восточная Европа и прочие люди, прочие страны со своими интересами, которые втравливают искусственно, так Путин думает, это не моя, не мои мысли, а его, искусственно втравливают США в конфликт с Россией, значит, если их влияние будет уменьшено, а уменьшено, кстати, будет в том числе, если пророссийские силы там сохранят и прочие свои позиции на выборах осенью тоже, вот, то, собственно, все остальное Владимир Владимирович устраивает, и он понимает нереалистичность снятия санкций, особенно в технологической сфере, потому что на сегодняшний день санкции в технологической сфере против России, они уже не исчерпываются вот повесткой гибридной войны начатой в 2014 году. Вдруг стало понятно, что вообще технологическое лидерство США и Евросоюза, оно, так сказать, санкции этому лидерству очень способствует. Владимир Путин недооценивает эту угрозу, для России он не понимает, насколько вредны эти санкции, поскольку он все-таки живет в прошлом и является ментальным и эстетически предводителем глобальной партии прошлого. Это же на полном серьезе. Еще 15 лет назад они говорили, что не будет сланцевого газа, 10 лет назад они говорили, что не будет неуглеводородной энергетики, которая сегодня в Европе обскакала и все остальное. Сейчас таким же успехом, да вообще там вот пару лет назад буквально они говорили, что не будет никакого искусственного интеллекта. Поэтому они с глубоким изумлением потом смотрят на то, что вся технологическая революция происходит на их глазах, но все равно им, конечно, следующего этапа технологической революции точно не будет, и раз так, и так далее, и так далее. Но что волнует больше, что нужно Байдену от России, и почему-то, о чем мы забываем, не Украина ему нужна, он издаст ряд позиций по Украине, ему нужно единство в борьбе с Китаем. Потому что Китай нужно все-таки прищущить. Китай не является главным. А почему Китай это общий враг? Ну, непонятно, так сказать, Россия же делает вид, что она собирается дружить с Китаем, хотя Путин, вот здесь Путин мыслит реалистично. Он нереалистично мыслит в оценках перспектив технологической революции и в ряда международных санкций против России в технологичной сфере, но в отношениях с Китаем реалистично. Он прекрасно понимает, что никакого партнерства с Китаем нет и не будет, и все это исключительно инструментарий давления нас. А тем, кто у нас попытается отобрать Сибирь, мы дадим по зубам и так далее. Я в виду как раз не китайцев, но почему-то наблюдатели прочитали это как апелляцию китайской угрозе, поскольку она является единственной актуальной с точки зрения принадлежности Сибири и контроля над ее ресурсами. Хотя тут вообще как говорил в соответственной миниатюре Жванецкого в исполнении Шервинта и Державина, нет ли здесь второго смысла, здесь и первого-то нет. Всем этим путинским риторическим упражнениям не нужно придавать избыточного значения. Поэтому здесь в том, что касается Украины, я думаю, что так или иначе всех устраивает статус-кво. И как мне кажется, статус-кво больше всего устраивает Владимир Александрович Зеленского президента Украины. Именно поэтому он не попытался изменить Минские соглашения. Вот сейчас, особенно после пресс-конференции на фоне лежачего фаллического символа, стало окончательно понятно, что вот этот международный статус-кво его абсолютно устраивает, потому что он тоже не хочет, чтобы лезли в его внутренние дела. Его вот эта опасность внешнего управления, о которой ты говоришь, он компенсирует, это не будет, к сожалению, для меня и для моих единомышленников. Внешнее управление будет недостаточно. Оно будет на уровне риторики, опять же, диких воплей о том, что ой, да мы всех порвем на любой флаг за Европу и НАТО. Это вот как Эрдоган, недавно Реджеп Тейп Эрдоган, известный друг Запада, как только закончилась война в Карабахе, начал кричать, что немедленно примите нас в Евросоюз. Я просто умираю без Евросоюза прямо сейчас. Отлично знаю, что никто его не примет в Евросоюз, и это даст ему дальнейшие основания действовать вразрез с Евросоюзом и там утилизировать все природные ресурсы Северного Кипра и продолжать легализацию Турецкой Республики Северного Кипра в самых разных форматах. Что-то мне подсказать, что Владимир Александрович собирается делать так же. Он, безусловно, пропустит американские танки Абрамс на Москву, если они пойдут через украинскую территорию. Ясно, что они никогда через нее не пойдут. Но наблюдательный совет нефтегаза Украины он распустит, когда ему нужно будет поменять топ-менеджера, и наплевать он хотел на все реальные или подразумеваемые обязательства перед евроатлантическим миром. Поэтому что-то мне подсказывает, что и статус-кво в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Зеленского абсолютно устраивает. Он только хочет, чтобы не было актуальной войны, вот чтобы там такое было Приднестровье на века, нисколько не противоречит Зеленской стратегии. Может быть, я ошибаюсь. Что-то мне подсказывает, что в ближайшие месяцы докажут истинность, как минимум, справедливость такой версии. Достигнуто перемирие в Израиле, и считаешь ли это победой Нетаньяху? Ну, конечно, ради этого все и затевалось. Вообще, это очень странная была история, которая начиналась под непосредственным контролем. Есть такой важный израильский чиновник Амира Хана. Он министр внутренней безопасности. Это одно из ближайших доверенных лиц Биби Нетаньяху. Он открытый гей с двумя усыновленными, удочеренными детьми, рожденными суррогатной матери. И в консервативной израильской среде, особенно среди избирателей, Нетаньяху это вообще не очень популярно. Вся эта парадигма, весь этот дискурс, но, тем не менее, Нетаньяху это понимает. Он понимает, насколько важна именно поэтому Амира Хане политическая поддержка премьеры, без которой в правом лагере ему будет сложновато, потому что такие политики обычно находятся на левом фланге, особенно в религиозном Израиле. И вот вся эта история на Храмовой горе, с мечети Алякса, с которой начиналось все, она выглядит довольно подозрительно. Ну, конечно, ведь Биби Нетаньяху развалил альтернативную коалицию тем самым, во-первых, сделав невозможным ее альянс с арабской партией РААМ, поскольку сейчас никак нельзя евреям и арабам создавать совместное правительство, даже если партия РААМ только поддержит его извне, а не будет входить в состав внутрь. И жертвой всех этих интриг, вот как на предыдущем цикле жертвы интриг Паул Бенни Ганн, с лидером Кахоль Лавана оппозиционной партии, который сделал вид, что поверил Нетаньяху, будто он будет сменным премьером, но все понимали, что он не будет, что обязательно случится кидок. Так на этом этапе погорел Нафтали Беннет, такой другой крупный политик правого лагеря, который никак не мог решить, с кем он. И как только он, Нафтали Беннет, ушел к оппонентам Нетаньяху, тут звучалась война. После чего он, Беннет, официально заявил, что он в правительство с Леоми не пойдет и на поддержку арабов операция не станет. Поэтому, да, конечно, так сказать, Нетаньяху не выдвинулся он показал, что он будет оставаться любой ценой премьер-министром, в том числе и путем быстренького продвижения закона о прямых выборах премьера, на которых у него, как и у Зеленского, если он был устроить досрочные выборы нынешнюю осенью, конкурентов практически нет. Поэтому все свершилось. Да и, собственно, в этот момент война и закончилась, что было преподнесено еще как подарок Соединенным Штатам, поскольку об этом попросил Джозеф Байден. Ну и два слова о выступлении Маска на форуме «Новое знание». Почему-то это выступление вызвало бешеную критику у либералов Соболя и у некоторых других, что как он мог стать участником вот этого кровавого режима, который устроил форум и так далее. Маску на все это плевать, он же не живет в этих политических категориях. Да, он живет в мире, где биткоин уже стоит 50 тысяч. Сейчас Илон Маск сначала его обвалил, но потом китайцы еще добили, пытались добивать биткоин. Кстати, если говорить о биткоине, я, собственно, считаю, что все равно за криптовалютами не то, что будущее, а очень близкое настоящее. И, конечно, они очень посильны, потому что это новый инструмент, которого многие консервативные инвесторы побаиваются, еще на этот рынок не пришли, и поэтому рынок биткоин очень маленький. Но все это будет только нарастать, поскольку отражает базовый тренд эпохи, переход от иерархических... Но выступление же было интересным, согласись. Согласись. Выступление, оно было интересным, смотря с кем знаком. Идут фундаментальные сдвиги в науке, в искусственном интеллекте, в космических полетах, в компьютерных программах, в синтезе искусственных генов. И это еще не весь список. Оно подтвердило мою догадку, что Илон Маск гораздо более консервативно мыслит, чем многим кажется, что он не столько революционер-инноватор, сколько утилизатор. Именно поэтому этим продиктована его полемика с Горетой Тунберг на поводу того, надо ли заселять Марс. И основная мысль Илона Маска стояла в том, как смысл жизни в экспансии. Известная фраза, которую Борис Абрамович Березовский приписывала Андрею Дмитриевичу Сахарова, хотя Сахаров ее никогда не произносил. И она отражала скорее меры понимания самого Березовского. Смысл сегодняшней жизни не в экспансии, а в углублении. То есть надо не перемещаться на Марс, действительно оптимизировать среду на Земле. Поэтому Маск, и, собственно, не случайно он переместился из Калифорнии в Техас, то есть территорию Джозефа Байдена на территорию Дональда Трампа. Он действительно достаточно консервативный инноватор. И вот так он и проявил себя на этой конференции, хотя, естественно, Маск как был, так остается одной из самых значительных фигур сегодняшних глобальных процессов, так же, как и стремительно падающий Билл Гейтс, который все-таки стал жертвой своего ковидобесия. Сейчас вообще обсуждается вопрос о том, что Билл Гейтс, ну, во-первых, Папа Римский тут неожиданно возник как участник процесса, поскольку Мелинда Гейтс, врожденная Френч, сказала, что поскольку она ревностная католичка, то все параметры развода должен одобрить Папа Римс. Но еще выяснилось, что дружба Билла Гейтса с Джеффри Эпштейном могла касаться не только всяких сексуальных выяснений, но и борьбы за Нобелевскую премию мира. И Джеффри Эпштейн привел его в святая святых в Нобелевский комитет, а как он сам там попал до сих пор неясно, сейчас тоже может стать предметом отдельного разбирательства. Они были члены Нобелевского комитета тоже, вовлечены в созданную Джеффри Эпштейном и его партнерой и партнеркой Гизлейн Максвелл, дочери легендарного Роберта Максвелла, значит, вот эта вся сеть педофилов. И они их там знают, да? И они лоббировали Нобелевскую премию мира для Гейтса, и в связи с пандемией COVID-19 выглядит уже так, что, может быть, Гейтс хотел на этом заработать не только гигантские деньги, но и статус главного миротворца мира победителя пандемии. Тут вот произошел такой облом, который, с моей точки зрения, как ковидиота, не только отраден, но и более чем закономерен, хотя я не злорадствую по поводу проблем великого человека, я просто говорю о том, что всякая гордыня, она всегда ведет, не всегда ведет к тем результатам, которые пусть даже самый великий человек ожидает от своих действий и локальных совершений. Так что, ну, Маск, как и Гейтс, это все очень серьезно, это важно, и все, что он говорит, да, и, конечно, Маска совершенно не волнует текущая российская политика, для него мелочь, он совершенно не собирается обращать внимание, особенно на то, кто там борется в России и за власть, у него совершенно другие. В России ему только интересно по стольку, поскольку он там может разместить свои заводы Тесла и все, насколько я понимаю. Это скорее хитрическое упражнение, то есть не то, что он будет сильно биться за этот завод Тесла в России, ему плевать на это, но Россия очень маленький рынок, Китай большой, поэтому Маск открыл завод в Шанхае и даже танцевал на его презентации, что тоже мог бы расценить как косвенную поддержку тоталитарного пекинского режима, но Маск на это совершенно наплевать. Но, конечно, если создавать где-то в России завод Тесла, то это нужно делать еврейской автономной области. Вот это будет очень правильным и политическим, и экономическим, и имиджевым шагом, тем более недавно крупный российский чиновник Марат Хуснулин, зам, вице-премьер российского правительства, заместитель Михаила Мишустина, что-то такое, встав не с той ноги, а также проявив свой ботент на антисемитизм, требовал ликвидировать еврейскую автономную область, поскольку она ни за чем не нужна. Вот если там разместится завод Тесла, все вопросы о ликвидации еврейской ООО будут сняты, и Маск уже войдет в историю как большой заступник еврейского народа. А это очередная ступень в его осмыслении и самоосмыслении как фигуры величины глобального значения. Ну и в финале хочу у тебя спросить о разнице менталитетов. Недавно популярная американская ведущая Опра Уинфри рассказала о том, что в детстве, когда она была ребенком совсем, там ей было 8-9 лет, 8-12, ее насиловал ее кузен. Она рассказала это в программе о принце Гарри, да, вот рассказала такой эпизод о своей жизни, и это как-то сразу прям такая эмпатическая волна возникла, все очень чрезвычайно бережно там и сочувствовали и так далее. Самое интересное было в этом рассказе кузен оказался белым. Нет, он не оказался белым. Он, собственно, был американцем, да? Да, да. И хочу тебя спросить, почему, когда это происходит в Америке, это всегда вот вызывает такую эмпатию, такое сочувствие, когда это происходит, ну там на постсоветском пространстве, в частности в России, какая-нибудь там Елена Проклова что-нибудь расскажет или Аня Лорак, это всегда вызывает дикую злобу, прежде всего почему-то в женской среде, что-то какая дура, зачем она это рассказывала, все она выдумала, потому что ее, так сказать, популярность уже падает, поэтому она решила рассказать про Меладзе или еще про что-то. Ну, постсоветское пространство вообще более консервативное, в основном более живет в прошлом, чем Америка, но и в Америке все неоднозначно в этом смысле. Кроме того, все-таки есть разница между рассказом о Пробинфре, которая говорила про вполне конкретных людей и своих родственников, и Елены Прокловой, которая говорила формально непонятно про кого. Почему непонятно? По-моему, понятно. Нет, ну формально это не заявлено. Действительно, поскольку вот этого неназванного человека многие любят и очень многие уважают, то, понимаешь, это ведь рушится легитимность. Да, если оказался наш отец не отцом, а суку, то все, кто считает Иосифа Иосифовича Сталина богом, они, так сказать, должны удариться головой об стенку в этот момент. Поэтому мне хорошо понятна эта реакция. Ну как же, мы же этого человека боготворили и боготворим сейчас. Значит, то, что говорится, не должно быть правдой. Поэтому здесь скорее вот я бы вывел это обсуждение за рамки гендерного контекста. Это попытка опорочить нечто святое. Святое часто оказывается в истории не святым. Это да. И тогда сразу возникает вопрос, а кто и по каким мотивам собирается вытащить все это грязное белье на поверхность? Все это знали, все и так. Но заслуги этого человека были настолько велики, что это считалось неважным. И поэтому, как тот утверждает, что это важно, он, естественно, становится, так сказать, врагом всех жрецов религии этого человека. Это совершенно естественно. Поэтому это наступление будущего с его политкорректностью с семью гендерами и так далее многих не устраивает. Будет еще долго не устраивать. И в этой борьбе, собственно, оно и сложится. Снятие идеалектических противоречий между будущим и прошлым это абсолютно нормально. Кстати, тут на этой неделе еще какое-то рекламное агентство подавило в суд на Макдональдс, на корпорацию Макдональдс на 10 миллиардов долларов. Предмет иска стоит в том, что Макдональдс по злокозненным, варварским и античеловеческим соображениям не заказывает рекламу агентствам с чернокожими владельцами. Которые, собственно, вот это агентство... Никогда не было, и вот опять. Да, конечно. Это вообще прекрасный прецедент, потому что скоро надо будет брать просто чернокожих на места номинальных директоров. И вот, кстати, украинские олигархи могут пойти этим путем. Мне кажется, что они должны взять чернокожих и геев вместо себя владельцами СМИ номинальными, да, и вот тогда уже нападать будет значительно сложнее. Хотя с популистской точки зрения Владимира Александровича Зеленского хорошо, поскольку украинский народ тоже весьма консервативен в его значительной части. Ну что ж, финальный анекдот. Финальный анекдот, я хочу сказать, что вот этот иск к Макдональдсу на 10 миллиардов навел меня на мысль, что все борются за права геев, черных и так далее, значит, жертв харассмента, а почему никто не борется за права толстых? И не возглавит ли мне эту борьбу? Потому что фэтшеминг, то есть оскорбление по критерию лишнего веса, это тоже важный бич современного мира. Ну да, углеводные наркоманы, они же тоже как бы жертвы, в общем-то, в каком-то смысле. Поэтому, конечно, да. Согласна. Но это хорошая идея. Может, кому-то теперь перед головой этим заниматься? Я тогда призываю не заниматься этим без меня, а все-таки учесть, что я первый сформулировал не эту идею самую по себе, а то, что надо этим срочно заняться. Зачем обижать толстых? Ну, нужно просто, например, как высчитывается грузоподъемность лифта. Вот когда я захожу в лифт и вижу, там написано 4 человека 320 килограмм, а у меня масса тела 104 килограмма, значит, я не человек. Почему 4 человека 8? Да, иначе у меня жесточайший стресс. Это значит, общество, так сказать, занимается ибьюзом в отношении меня и фэтшемингом, когда у меня на стене лифта написано 320 килограмм на 4-х человек. Не говоря уже о размерах сидений в театрах и кинотеатрах и так далее, которые явно должны быть увеличены. В общем, тут огромное поле для борьбы. Абсолютно согласна. Но у меня еще есть несколько идей не только по поводу толстых, по поводу некрасивых, разных. Ну, в общем, я думаю, что здесь есть чем заняться. Нельзя создать количественную шкалу оценки, а с толстыми можно. И поэтому, так сказать, я говорю, что как в метро запретили, в общественном транспорте запретили, писать выхода нет. Потому что это вызывает, стимулирует салитальные наклонности. Так, и почему в лифтах пишут 420 килограмм? Это же явный выпад. Больше всего с тобой вели под табличку толстых, которые весят больше 80 килограмм. Надо с этим разобраться срочно. В общем, финальный он, так сказать, доверие политическому языку. Когда часто ты думаешь уже не о том, что человек сказал, а о том, зачем он это сказал. Рабинович и Хаймович встречаются в поезде. Рабинович, оба они торговцы подтяжками. То есть конкуренты по бизнесу. Рабинович спрашивает Хаймовича. Хаймович, скажи, пожалуйста, ты едешь в Жмеринку или в Шепетовку? В Жмеринку, отвечает Хаймович. Пауза, потом Рабинович говорит, Хаймович, зачем ты меня обманываешь? Ты же едешь в Жмеринку. Спасибо большое, Стас. Тогда на следующей неделе. Подписывайтесь обязательно на все возможные каналы связи с нами и до скорого. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok